Всем привет! Добро пожаловать на канал! Хочу сегодня показать вам новые брюки, которые я буквально вчера закончила шить. Это брюки Рута по выкройке с сайта ВикиСью. Хочу немного вам рассказать об этой модели, также о пошиве, что я меняла, какие изменения небольшие сделала при пошиве. И также покажу эти брюки на себе. Брюки легко шьются, поэтому я думаю, что с этой моделью, с пошивом справиться. Даже человек, который только начинает шить. Также я записала видео с пошивом этих брюк, где подробно рассказываю о том, как я их шила. И это видео выйдет следующим. После этого я его смонтирую и вы сможете увидеть его также на моем канале. Если вы боитесь шить, либо не знаете, как шить такие брюки, то я думаю, что это видео также вам будет полезным. Что хочу сразу еще сказать. Брюки я сшила 36 размера, покупала выкройку 36 размера. Брюки сшиты из футера петля плотностью 300 грамм. Цвет называется Эко Меланж. Я планирую сшить костюм. Брюки у меня уже готовы. Также я буду сшить полувер. Тоже выкройка у меня уже есть. На брюки у меня ушел метр ткани. Мне обычно хватает на пошивку костюма двух метров ткани. На брюки, как я уже сказала, ушел метр. И метр у меня еще остался на полувер. Поэтому, если вы хотите сшить брюки, которые сейчас модны и актуальны, такие прямые широкие брюки в пол, то, пожалуйста, такие брюки стильные. Я думаю, что еще когда я сошью к ним дополнительно свитшот, это будет такой полноценный костюм, такой стильный костюм. Сейчас очень много разных вариантов таких костюмов вы, возможно, видели уже в инстаграм. Также, что хочу еще сказать по поводу того, что я поменяла в пошиве. Начну сверху. Здесь, как вы видите, пояс. Пояс сделан в виде резинки. Изначально я думала сделать обычный пояс, такой, как по инструкции, как по выкройке. Но у меня резинка шириной 5 см, довольно-таки широкая. Поэтому мне пришлось немножко сделать шире и сам пояс. Я сделала шире на 3 см. Когда вставила сюда резинку, здесь идет приточной пояс, внутрь в кулиску вставляется резинка. Мне показалось, что он как-то просто смотрится. И решила все-таки отстрочить. Вот так две параллельные строчки проложила по самой резинке. И у меня получился, в принципе, мне нравится больше все-таки этот вариант пояса, чем тот, который был. Хотя, как я уже сказала изначально, я все-таки не планировала его делать таким. Хотела оставить просто обычный ровный пояс. Но также у меня еще была очень большая сборка здесь на талии. Мне не очень это нравилось. И вот в таком виде это смотрится намного аккуратней и интереснее. Такой пояс также, я думаю, что без проблем можно сделать. Даже если вы будете делать это первый раз, у меня есть тоже видео на канале. Вы можете найти и посмотреть, как сделать вот такой пояс. Что еще хочу сказать. Значит, здесь есть карманы у этих брюк. Карманы в швах, что тоже очень удобно. Их практически не видно. Смотрится аккуратно, красиво. Хорошие глубокие карманы. Карманы я делала из такой же ткани, из основной. Поэтому, если вы не хотите делать из основной, то нужно просто взять специально ткань, желательно в цвет, тоже для карманов. У меня, к сожалению, не было такой ткани. Поэтому я сделала из основной ткани. Что еще? Больше, в принципе, по самой выкройке я ничего не меняла. Единственное, мне пришлось укоротить эти брючки на 8 см. У меня рост 1,58 м. И я здесь обрезала 8 см. 2,5 см оставила. И подшила вовнутрь на 2,5 см. Просто подшила двойной иглой. Смотрится тоже аккуратно, красиво. У меня была мысль оставить таким необработанным этот срез. Но потом все-таки передумала и подшила двойной иглой. Брюки можно одеть с любым верхом. С любой футболкой, свитшотом, с любым свитером, либо полувером. Также можно подобрать любую обувь, кроссовки, ботинки. Я думаю, что это такая универсальная модель брюк, которые можно сочетать с любой одеждой. Я еще, как я уже сказала, дополнительно сошью полувер. И у меня будет такой полноценный стильный костюм, который я смогу одеть не только на прогулку с ребенком, но также выйти куда-то, выехать в торговый центр. Что можно еще поменять в этих брюках? Например, сделать их более интересными, либо более модными, как сейчас. Можно добавить сюда стрелки. Также можно добавить лампасы. Изменить, как я уже изменила, резинку. Возможно, добавить шнурок. Можно оставить неподшитый вниз, как тоже я думала сделать. Либо сделать, возможно, внизу подворот. Также можно эти брюки не делать в пол, сделать их короче, что тоже, мне кажется, будет интересно очень смотреться. Поэтому думайте, если вы планируете шить такие брючки, думайте, как и что вы хотели бы изменить, чтобы эта модель брюк вам нравилась. Также я считаю, что нужно подбирать всегда цвет одежды, тоже, чтобы он сочетался с вашими вещами. Чтобы вы могли затем с чем-то сочетать эти вещи, с каким-то верхом. Чтобы одна вещь подходила другой, и все это красиво и гармонично смотрелось. Меня еще часто спрашивают, как долго я сшила ту или иную вещь. Значит, брюки я сшила два дня. Я обычно стараюсь шить не быстро. Поэтому у меня получается два дня. Еще я записываю дополнительно видео, снимаю каждый момент, что я когда делаю. Поэтому, естественно, у меня уходит времени больше. Но, так как модель этих брюк довольно-таки простая, я думаю, что их можно сшить без проблем за день, тоже в таком спокойном темпе. Также я обычно сшью никуда не спешу, стараюсь сшить аккуратно, так как мне потом эти брюки носить. И мне хотелось бы, чтобы они тоже были сшиты качественно. Если вам было интересно такое видео, такого формата, больше разговорного, где я рассказываю о самой модели, о том, как и с чем можно носить эти брюки, ставьте палец вверх. Я буду знать, что вам это интересно. Постараюсь чаще записывать видео такого плана. Также подписывайтесь на мой канал. Заходите в мой инстаграм. Там я обычно выкладываю сразу фото, фото с примерками, если что-то шью. И на этом, в принципе, все. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом, в принципе, все. Я хочу с вами попрощаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok